Добрый день, в эфире программа «Бизнес на Ближнем Востоке». В этом выпуске мы обсудим девальвацию египетского фунта и перспективы доллара, индекс которого оказался у так называемого «смертельного пересечения». Решение Центробанка Египта, страдающего от нехватки иностранной валюты, провести две девальвации за неделю, вызвало широкие дискуссии. Одни увидели в этом важный шаг для привлечения иностранных инвестиций. Другие считают такое решение главным препятствием для импорта товаров в Египет. Давайте посмотрим сюжет об этом. На прошлой неделе Египет дважды девальвировал свою национальную валюту. В четверг Центробанк ослабил египетский фунт по отношению к доллару на 10 пиастров, с 7 фунтов 73 пиастров до 70 фунтов 83. А в воскресенье сделал это повторно, подняв планку до 7 фунтов 93 пиастров за доллар. Египетское правительство пытается увеличить объем иностранных инвестиций и оживить восстановление сектора туризма. Однако девальвация серьезно отражается на повседневной жизни египтян. Из-за подорожания импорта растут цены на топливо и продукты питания. Египетское правительство продолжает борьбу с черным рынком валюты. На поддержку государственного бюджета, по словам министра финансов Хани Кадри Демяна, страна может получить кредит в размере 3 миллиардов долларов. С 2011 года, то есть до восстания, резервы Египта в иностранной валюте сократились с 36 миллиардов до 16 миллиардов долларов в конце сентября этого года. Чтобы более подробно поговорить о египетском фунте и долларовом индексе, мы связались с Нур-Элиддином Аль-Хаммуре, главным рыночным стратегом компании EDS Securities из Абудаби. Насколько эффективно решение девальвировать египетский фунт в условиях нехватки валюты и существования черного рынка? Слишком рано говорить о реальном кризисе в Египте. Египетский центральный банк, как и другие центробанки по всему миру, девальвировавшие свои валюты за последний год, сделали это, чтобы поддержать экономику путем увеличения экспорта и ускорения инфляции. Египет в нынешней ситуации остается стабильным, особенно после нескольких лет неопределенности и нестабильности, поэтому мы считаем, что это позитивный шаг, и он может быть эффективным в среднесрочной перспективе. Мы не забываем, что глобальное экономическое замедление по-прежнему серьезно отражается на египетской экономике. Как это отражается на фондовом рынке Египта? Индекс AGX-30 все еще находится под давлением после недавних глобальных распродаж. Мы не думаем, что решение центрального банка для него является хорошей новостью, тем более, что сохраняется неопределенность относительно глобального рынка акций. Кроме того, ослабление египетского фунта на фоне продолжающегося глобального экономического замедления не будет хорошей новостью для корпоративных доходов. Оставайтесь с нами, Нур. Мы хотим услышать ваши комментарии по поводу снижения курса доллара к глобальной корзине валют на прошлой неделе. Долларовый индекс оказался у опасной черты. Подробности в нашем следующем сюжете. Доллар на прошлой неделе резко упал до уровней невиданных с так называемого черного понедельника. Это связано с негативными данными и развенчанием надежд на повышение процентных ставок в США в этом году. С начала октября индекс доллара понес значительные потери. По отношению к новозеландскому доллару американский потерял более 6%. По отношению к британскому фунту около 2%. К евро 1,37%. К иене 0,37%. Аналитики предупреждают, что резкое снижение доллара может продолжиться из-за формирования на прошлой неделе модели под названием «Смертельный крест». Это негативный знак, отмечающий для доллара завершение тенденции повышения. На прошлой неделе мы увидели формирование креста смерти в индексе доллара. Может ли это стать хорошей новостью для фондового рынка? Смертельный крест образуется раз в несколько лет. Это происходит довольно редко. Когда 50-дневные скользящие средние опускаются ниже 100 и 200 дневных. Корреляция глобальных акций, особенно американских, с долларом США на прошлой неделе была отрицательной. Теперь о том, что касается нас, корпоративные доходы оказались меньше, чем ожидалось. Кроме того, общая прибыль на акцию сократилась на 5%. Доходы многих банков разочаровали в сравнении с предыдущим кварталом. Поэтому, если экономические релизы продолжат разочаровывать более низкими корпоративными доходами, это может сохранить положительную корреляцию между долларом и американскими акциями. За какими уровнями индекса доллара нужно наблюдать? В ближайшие несколько недель трейдеры должны следить за уровнем индекса доллара в 94. Проседание, под который, скорее всего, приведет к очередному снижению до минимумов черного понедельника. А это около 93,30. Прорыв этого уровня поддержки может открыть путь к дальнейшему снижению в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Спасибо, Нур. На сегодня это все. Вы можете поделиться комментариями по темам этого выпуска на страницах Евроньюз в социальных сетях с хэштегом «Бизнес Миддл Ист». До встречи на следующей неделе.